Субтитры сделал DimaTorzok Когда я нажимаю на газ и стартую с места с системой лаунч контроля Ну давайте по порядку Немножко о технической части этого автомобиля Двигатель у нас 3,8 литра Оппозитная шестерка, которая знакома нам еще с рестайлинговой версией Porsche 911 в кузове 997 Двигатель объемом 3,8 литра оснащен двумя турбинами с изменяемой геометрией Что позволяет снять с этого двигателя 520 л.с. версии 911 Turbo и 560 л.с. версии 911 Turbo S При массе автомобиля 1600 кг эта мощность позволяет катапультировать его до 100 км в час за низкие 3 секунды Это феноменальный результат, но поверьте, это еще не предел для Porsche Весь крутящий момент передается на дорожное полотно через полноприводную трансмиссию и обновленную коробку передач ПДК На этом поколении они доработали эту коробку, сделали ее еще быстрее и еще надежнее И вы знаете, к коробке передач придраться очень и очень трудно Переключения молниеносные, потери мощности совсем не чувствуются Инженеры компании Porsche декларируют, что коробка передач готова пережить 50 ланчей подряд 50 ланчей подряд, то есть, если бы это был GTR, то уже где-то третью коробку пришлось бы менять на 50 ланче А здесь автомобиль готов выдерживать 50 резких стартов, 50 максимальных ускорений раз за разом Без пауз, без отдыха, без возможности охладить коробку передач Это феноменально И вы знаете, один из западных журналистов не поленился и проверил Действительно, 50 ланчей подряд коробка выдержала и не было никаких ошибок, никаких перегревов и никаких поломок Вот что такое немецкое качество Вот за что вы платите 10 миллионов рублей Версия Turbo в стандартной комплектации идет с шестипоршневыми стальными механизмами Обычно я всегда рекомендую заказывать карбонокерамическую тормозную систему Поскольку это очень безопасно и удобно, когда автомобиль раз за разом останавливается и не устает Но вы знаете, в случае с Поржей я считаю, что особой необходимости в этом нет Поскольку стальные механизмы великолепно справляются с задачей Информативность педали на высоком уровне, а тормоза не перегреваются, спасибо перфорации Заднемоторная компоновка двигателя позволила облегчить перед автомобиля Что позволяет его с легкостью заправлять на высокой скорости в любые повороты Разумеется, есть и обратная сторона медали Это тяжелый зад автомобиля, который нужно удержать на выходе из поворота И это добавляет некоторых сложностей Центр Москвы, субботний вечер И поверьте, этот автомобиль привлекает очень и очень много внимания Есть три вещи, которые можно делать бесконечно Смотреть, как горит огонь, как льется вода и как происходит туманечная отборка 911 за турбо Очень быстро автомобиль катапультируется с места Он буквально садится на заднюю ось и реализует все то количество крутящего момента Которая есть в этом двигателе объемом 3,8 литра Как вы, наверное, уже поняли по звуку выхлопа У нас необычная версия 911 Turbo У нас доработанная версия В частности, у нас установлен фильтр нулевого сопротивления Полная выхлопная система с выпускными коллекторами Пленум, а также программатор GOP, который позволил прошить этот автомобиль под такие доработки Все это позволило снять на стенде 650 лошадиных сил и 1000 ньютон-метров крутящего момента И все это на 98-м бензине Конкретно у этого автомобиля разгон до первой сутки занимает 2,6 секунды 2,6 секунды и вы уже нарушаете правила дорожного движения И вы уже попали на штраф 1000 рублей После тюнинга владелец этого автомобиля был вынужден поставить на заднюю ось полуслики Тойо R888 Такие популярные во всем мире Дело в том, что задняя ось на стандартных шинах уже не справлялась с таким объемом крутящего момента Одно из новшеств поколения 991 это подруливающие задние колеса Причем они работают очень интересно До малых скоростей, если не ошибаюсь, до 60 км в час Они подруливают в обратную сторону относительно поворота руля Что позволяет вам получить отличную маневренность на малых скоростях Ну а на высокой скорости задние колеса начинают поворачивать в ту же сторону, что и передние колеса Позволяя пилоту заходить в поворот с очень и очень высокой скоростью Что касается салона Porsche 911 То вы понимаете, что это дорогой, эксклюзивный немецкий автомобиль Качественно на высоте, везде дорогая кожа И вы не встретите дешевый пластик Но есть два момента, на которые я хотел бы обратить внимание Первый момент Это отсутствие проекции на лобовое стекло Такая простая опция, которая уже давно доступна для Mercedes, BMW и Audi Для Porsche пока что остается недоступной Десятки кнопок на центральной панели выглядят архаично И в конце концов это просто неудобно Довольно сложно найти нужную кнопку Проще остановить машину, нажать необходимую клавишу И в безопасности продолжить свой путь Подводя итог по этому автомобилю, я хочу сказать следующее Везде вы чувствуете немецкую щепетильность Везде вы чувствуете немецкое внимание к мелочам Но не хватает нотки сумасшествия Нотки сумасшествия, которые до сих пор присутствуют в итальянских суперкарах Таких как Ferrari и Lamborghini Не хватает немножко задора, который есть у итальянских жеребцов Здесь не хватает этого бешеного двигателя, который есть в американском Corvette Здесь же вы чувствуете немецкое качество и немецкую строгость Которая с одной стороны хороша, а с другой стороны навеивает некоторую скуку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА